Периодически в комментариях возникают вопросы, что за игра появляется на полке в том или ином ролике. Поэтому говорю сразу же, на стол к этой неделе поиски планеты Икс. Обзор можно найти у меня в инстаграме. Привет, просветители! Сегодня мы поговорим на достаточно сложную тему, о которой я задумывался уже давно, но по разным причинам возможный ролик постоянно откладывал в долгий ящик. В итоге поводом к записи этого видео стали слова председателя комиссии по защите детей при Роскомнадзоре и недавние новости с Милоновым. Мы их уже третий ролик обсуждаем. Все пытаемся разглядеть прекрасную Россию будущего. Как-то безуспешно. В последние годы из каждого утюга мы слышим, что дети наше все. Защита детей, ребеночка необходимо упомянуть в конституции, малыша на билборд, демография. Куда ни плюнь, попадешь либо в чиновника, возглавляющего что-то там, дети, либо в группу обеспокоенных граждан, пытающихся что-то запретить. Для чего? Правильно, защита детей. Не менее популярны рассказы о пугающих группах смерти, подталкивающих подростков к Роскомнадзору. Здесь тоже целая толпа борцунов мгновенно материализуется. Забавно, однако, что очень многие защитники подростков своими жречами помогают старшеклассникам сделать этот выбор. Ведь заботятся, ну как заботятся, громкими фразами разбрасываются и пытаются запретить все на свете. Эти господа только о правильных подростках, о тех детях, которые вписываются в их картину мира. Вот об этом мы сегодня и поговорим, после сообщения от спонсора ролика. Если у меня появляется возможность изучить нужный мне материал в интересной форме, я хватаю ее обеими руками и стараюсь не отпускать. А еще не упускаю случай поработать над уровнем своего английского. Вы мои последние ролики видели? Английский в наших реалиях точно лишним не будет. Поэтому, когда ребята из Puzzle English предложили мне поработать с их сервисом и, как мне кажется, уже знаменитыми аудио и видео пазлами, я тут же согласился. А возможность построить время занятия под себя только добавила интереса. Если вы предпочитаете что-то более стандартное, то Puzzle English может предложить и классические уроки, и тренажеры грамматики, и курсы для разных уровней. Вы можете купить любой раздел на год, а можете приобрести премиум доступ ко всему сайту на месяц, год или навсегда. Именно сейчас на Puzzle English черная пятница. А это значит, что у вас есть возможность приобрести тариф премиум навсегда со скидкой до 75%, то есть за 3690 рублей. Акция продлится до конца ноября, а уже 1 декабря этот тариф исчезнет. Так что сейчас последняя возможность купить премиум навсегда по такой отличной цене. Переходите по ссылке в описании и воспользуйтесь этим супер предложением. Начнем с замечательной программы «Беременна в 16», которая, очень надеюсь, спасет меня от приглашения в суд. Пока политики всех мастей и калибров говорят о старшеклассниках, как о слепых котятах, которым срочно нужно еще и ушки закрыть, телеканал U на плюс-минус реальных примерах доказывает, что, о боги, подростки занимаются сексом, причем незащищенным. Вот так открытие. Эта часть жизни начинает интересовать человека до 18 лет. Нет, серьезно, ну кто бы мог представить? Кот красный, кот красный. Но явно не те товарищи, которые у нас в ПТВ выступают и о нравственности вещают. Они просто подумали о том, чтобы всего лишь за ручку подержаться уже после брака. Как иначе? Следующий момент. Люди бывают разные. Подростки тоже люди. Удержите эту мысль. Некоторым... Чарли, это можешь не мешать? Нет. Подростки, как бы это странно не звучало, тоже люди. Удержите этот момент. Некоторым, безусловно, неправильным, плохим, порочным, ужасным. Мы здесь исключительно за традиционные ценности. Людям нравятся представители своего же пола. Однозначно осуждаем. Что тебе, уважаемый чинуша, орущий сейчас с экрана ТВ, хочется наедине с девушкой остаться? Ты в каком возрасте понял? Хотя, плохой пример, я же говорил. У них все только после брака. Обращусь лучше к обычным людям. Думаю, у многих из вас мысли о противоположном поле появились еще в школе. Ну, если беременна в 16 и пугающая статистика подростковых беременностей нас не обманывает. Так вот, представьте себе. Те неправильные тоже столкнулись с чувствами приблизительно в вашем возрасте. Вау! Да, я понимаю, это шок. Когда очередная взволнованная чиновница рассуждает о ЛГБТ, она, конечно же, сразу же парад представляет. А мысль, что ее проклятие в адрес извращенцев слышат в том числе и ЛГБТ подростки, ей в голову не приходит. Эти господа вообще такой категории школьников не думают. Ну, я надеюсь, что не думают. Просто легче это принять, чем идею. Им банально наплевать, что будет с этими старшеклассниками. Они же не планируют демографию повышать. У таких же не может быть детей. Да, точно. А значит, для чего они обществу нужны? Вот в интервью Цыганов рассуждает о группах смерти, за которыми просто глаз да глаз, аж холодок по коже. Кто же эти пугающие люди, поталкивающие детей на такой Роскомнадзор? Меня, правда, больше пугает учебник общества знания за 11 класс. Внимание! Это учебник. Не группа в ВК, не мемасик, не сообщение в Твиттере. Учебник. Пока очередного ютубера угнетает фильм на Нетфликсе и игра от Naughty Dog, российские школьники читают вот это. Девиантным социологи называют отклоняющиеся от норм и стандартов поведения, угрожающие подрывом социальной стабильности. В широком смысле слова девиант – человек, сбившийся с пути или отклоняющийся от нормы. Отклонения могут иметь как положительный характер – героизм, например, относится к девиантному поведению, так и отрицательный характер – алкоголизм, наркомания, проституция, гомосексуализм, азартные игры, Роскомнадзор. То есть сидит себе такая условная Таня на уроке и слышит, что она находится где-то между наркоманами, алкоголиками и проститутками. Не, ну а че, классная компания. Это о себе слышат тысячи подростков. И при всем уважении к людям, борющимся с алкогольной, игровой зависимостью или наркоманией, которые тоже могут оказаться в аудитории, Юля не делала никакого выбора. Она не решила попробовать разок и в итоге столкнулась с огромной проблемой. Она просто такой родилась. Она, может быть, сама не в особом восторге. Не, ну если даже учебник тебя к девиантам причисляет, тут, конечно, не до восторгов. Еще момент. У человека может вообще не быть никаких связей или опыта, но умные слова не менее умных дядь и теть он все равно будет переносить на себя. Потому что даже без опыта есть чувства, которыми люди не очень-то умеют управлять. Эй, только у скрипышей все легко и просто. Увидела криптоту, стала лесбиянкой. Но авторам этого учебника явно не до чувств. И это не одно такое пособие. К видам и формам девиантного поведения относят уголовную преступность, алкоголизм, наркоманию, проституцию, гомосексуализм, азартные игры, психические расстройства, Роскомнадзор. А, ну тут еще преступников добавили. Молодцы какие. Но понятно, это же какие-то чужие дети. Настоящие российские дети правильных родителей такими никогда не станут. И вот наша Юля, которая сначала на уроке узнала, что она находится где-то между наркоманом и алкоголиком, возвращается домой, открывает интернет и читает. Ну что ж, друзья, можете меня поздравить. Этот момент настал. Данное сообщение создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Почти пятая часть россиян считает, что геев и лесбиянок следовало бы ликвидировать. Об этом свидетельствуют данные опросы Левада-центра на тему отношений к людям, чье поведение отклоняется от общепринятых норм. Понятно, что такое отношение общества, естественно, подростка никакому Роскомнадзору не подталкивает. Кстати, отдельный момент само существование подобных опросов. Вот вы можете себе представить, чтобы к москвичам на улице подходили и спрашивали, согласны ли вы с тем, что стоит ликвидировать и дальше на выбор? Женщин, мужчин, шахтеров, православных, студентов? Нет, такой вопрос никто не задумается задать и тем более выставить как некое исследование. Почему? Потому что сама мысль о таком негативном действии в отношении этих людей уже воспринимается как преступление. Да, безусловно, есть отдельные товарищи, альтернативно одаренные, но изначально позиция общества такова, никого ликвидировать нельзя. Поэтому, ну, смысл подобных опросов. Если ты заявишь, что всех, допустим, безработных нужно отправить на переработку, адекватным ты явно не покажешься. А вот если речь заходит о данной группе, то тут, оказывается, можно цивилизованно порассуждать. Отправить кого-то, сами знаете куда, или все-таки потерпеть рядышком. Ты можешь заявить, что нужно физически воздействовать или ограничить в рамках правового поля представителей ЛГБТ и все равно оставаться адекватным представителем российского общества. А на выборах это даже неким бонусом будет считаться. Понимаете, некоторые люди искренне гордятся, что они считают, что кого-то там все же не стоит истреблять. Но это, блин, никакое не достижение. Это не показатель того, что ты великий человек и любец. Это должна быть опция по умолчанию. Любой адекватный человек должен понимать, что никого нельзя уничтожать, а уж тем более целую группу людей. Итак, что у нас в итоге узнает Юля? В учебнике она преступница. Пятая часть сограждан хочет себя ликвидировать. Крики сердобольных ведущих на ТВ про сжигание сердец и мусорные ведра, ну, естественно, мимо. А вот аниме, игры и песни, именно они будут виноваты в Роскомнадзоре. Ведь, с другой стороны, в обществе не все так плохо. Еще 32% ответили, что гомосексуалов нужно изолировать от общества. Столько же, что их нужно предоставить самим себе. 9% респондентов считают, что геям и лесбиянкам надо оказывать помощь. Еще 9% затруднились с ответом. Кстати, к наркоманам, ну, раз уж это оказались такие близкие группы, отношения немного лучше. А истребить феминисток вообще только каждый десятый хочет. What the fuck? Шестая часть респондентов заявила о необходимости ликвидировать наркоманов. Примерно десятая часть считает, что нужно ликвидировать феминисток. Россия, 21-й год. Нет, не 1821-й. И вот тут мы переходим, пожалуй, к главной мысли. Условная кладовщица Маша Машина может негативно высказываться о геях, украинцах, инвалидах, кого еще в последнее время модно во всех грехах обвинять. И при этом неплохо выполнять свои профессиональные обязанности. Ее речи просто характеризуют ее как личность. Гнилую. В ее должностные обязанности не входит защита определенной группы лиц. В конечном итоге она не за это деньги получает. Когда же глава какого-нибудь «что-то там дети» позволяет себе оскорбительные высказывания в сторону части так или иначе своих подопечных, вот это уже говорит о профнепригодности. Не имеет права учитель, соцработник, глава РКН по защите детей нести гомофобные идеи. Потому что его работа и заключается в том, чтобы защищать всех подростков. Всех. Услышали? Нигде не сказано, что это комиссия по защите гетеросексуальных старшеклассников. Защищаем только православных. Или, не знаю, буддистов. Хочешь бороться с радугой, повесточкой и прочей нерзостью? Иди в свободное плавание. Нельзя защищать детей, оскорбляя их же. Есть определенные профессии и должности, которые изначально подразумевают большой уровень толерантности. Если же у тебя ее нет, значит ты не на своем месте. Возглавляй какой-нибудь союз патриархальной молодежи. И вопросов к тебе не будет. Ну, практически. И вот нашу Юлю не только учебник, телевизор, окружающие, но и серьезные дяди, призванные ее защищать и оберегать точно так же в грязь лицом. Нет, повторю, это вообще никак не повлияет на ее решение. Что вы. Девиант, экстремистка. Дальше какие-нибудь оскорбления от Цыганова и Милонова. Ну разве это не повод провести еще один денек с улыбкой? Но вот группы смерти...